764 день войны. За попытки продвигаться вперед Россия платит очень высокую цену. Пулебоя завалено трупами российских солдат. Старые танки, снимаемые с хранения, не успевают модернизировать, и они идут в бой практически голыми, а дроны ВСУ активно наносят удары даже на самых сложных участках. Как на самом деле сейчас выглядит война, покажу с помощью данных объективного контроля и постов Z-блогеров через пару минут. Харьков атакован авиабомбой, почему это важно, и как это может кратно увеличить количество жестов этих гражданских, в этой войне расскажу в сегодняшнем видео бонусом опровергну рассуждения российского пропагандиста Алексея Арестовича. Бойцы Шторм-З жалуются на то, что государство их кинуло. Удивлены, судя по всему, только они. Ну и напоследок ставим точку в истории с мужиками в синих кофтах. Расследователи идентифицировали мужчины с зала Крокуса, рассказав о них все. Для всех, кто не является конспирологом по натуре, просто его случайно засосало в водоворот истерики, это заключительный этап данной в теории, остальным соболезную. Обо всем этом и многом другом в свежей мне сводке. Не забывайте ставить лайки, чтобы продвигать, помогать продвигать этот ролик. Пишите ваше мнение в комментариях, ваше извинение, может быть, в комментариях. Ну а также поддерживайте обязательно канал на Патреоне, ссылка на это будет в описании. Собственно, финансовая поддержка канала, этот облако, для чему он продолжает существовать. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно это сделайте. Но не забывайте подписываться на канал, много людей смотрят без подписки, а подписка сама по себе помогает продвигать видео, потому что YouTube ориентируется на то, во время ролика и после него подписываются люди или нет. Если подписываются, он такой, да, значит ролик хороший, будем его продвигать. Ну, на самом деле, само количество подписчиков, мне кажется, абсолютно не важной единицей, потому что оно мало на что влияет в реальности, но сам механизм подписки, он влияет на продвижение ролика. Поэтому нажимайте кнопку подписаться. Итак, переходим к полюбой. Сегодня вот о чем я хочу вам рассказать. Не продвижение на фронтах, потому что его практически нет, а про то, что скрывается за большой картинкой. Ну, вот, например, когда мы говорим, что там российская армия продвинулась чуть-чуть там в какой-нибудь там Орловке. Что за этим стоит? Или когда мы говорим, что российская армия, ее продвижение сопряжено с большими потерями. О чем это говорит? Или когда мы говорим, что в Крынках на левом берегу Украине удается наносить России большие потери. Можем ли мы это доказать? Является ли это все просто громкими словами? Или действительно за словами стоят реальные какие-то кадры, реальные сообщения людей с мест? То есть, как это все выглядит? Потому что базово в нынешней войне, в войне на истощение, история с тем, что там километр земли перешел туда, километр земли перешел обратно, не имеет никакого значения. Тем более, что линия фронта фактически зона отчуждения. То есть, сейчас на данный момент там это просто зона боев, где все расхреначивается, где кругом мины, где кругом прилеты, где кругом кратеры. И это, ну, неважно, километр с кратерами перешел в одну сторону или в другую сторону. Естественно, когда речь идет о продвижении крупным населенным пунктам или к опорным крупным пунктам, это, конечно, влияет. И захват Авдеевки, конечно, тоже влияет. Не так сильно, как хотелось бы российской стране, но тем не менее влияет. Однако, ключевой фактор во войне на истощение это ресурсы. То, ну, ресурсы, включая технику, включая живую силу и все остальное. Если какая-то сторона идет вперед и делает это очень неспешно, но при этом неся большие потери, то назвать это преимуществом довольно проблематично. И я все думал, ну, то есть, я часто упоминаю, что есть большое количество видео с трупами, но я их вам не показываю, потому что YouTube это банит и блучит, да и в целом, наверное, смотреть на трупы не имеет никакого смысла. Но сегодня в качестве такого, не то чтобы исключение, но в качестве демонстрации просто, что те слова, которые я говорю, они сопряжены с реальностью, и что я опираюсь действительно на данные объективного контроля, а не на своей фантазии. Одно из таких видео я покажу, опять же, максимально заблюрив там все трупы. Там, благо, не разлетают за конечности, и все это запрещено не в момент убийства людей, а уже просто там российский солдат идет по полю боя и видит количество своих мертвых сослуживцев. Но это чуть позже. Для начала вот, например, кадры, как бойцы 36 ОБРМП, значит, 23 марта сравняли с землей штаб россиян в населенном пункте Любимовка на левом берегу Херсонской области. Было обнаружено расположение, а потом успешно стерт с лица земли. Опять же, это вот совершенно недавно. Для чего я это показываю? Понимаете, очень много кадров появляется с обеих сторон. Уничтожение техники, уничтожение личного состава и всего остального. Вот когда мы с вами обсуждали позавчера соотношение потерь российских и украинских по технике, да, и там на данном этапе вот с 10 по 19 марта по подсчетам, значит, независимых военных аналитиков, которые делают это по методике Орекса фактически, то есть данными объективного контроля подтвержденные потери. Там, значит, Россия теряет в 3,4 раза больше техники, чем Украина, да, то есть 1 к 3,4, 3,4. Вот, и какое-то количество людей начали задавать вопросы, а как же, почему же мы этого не видим все такое? Мы это видим на самом деле. Ну, то есть каждый день выкладывается десятки видео, как с российской стороны, так и с украинской стороны поражения той или иной техники, да, и действительно с украинской стороны выкладывается больше. Просто, естественно, ну, сводка, в которой будет перечисляться, вот там, я не знаю, 15 видеозаписей, которые здесь сегодня обстоят, давайте их все посмотрим, ну, как бы это, ну, приедается через секунду, наверное, с первого дня войны, то есть первый день войны еще как-то мы фиксировали плюс-минус, потому что даже с первой, по-моему, вообще не фиксировали, только в случае масштабных пролетов, да, то есть если прилетает по чему-то очень важному или если прилетает по скоплению живой силы. Обычные бои, когда вот там дрон прилетел в танк или артиллерия накрыла, значит, какую-то технику, это уже никто особо, ну, это даже не обсуждает, потому что, ну, война идет два года, и это все время происходит. Вот, поэтому из десятков таких видео и состоит вот эта вот картина боев и войны на самом деле, не из стрелочек и карт, а из десятков столкновений как прямых, ну, стрелкового боя практически нет в нынешней войне, как и никогда особо не было, ну, то есть большая часть людей погибала там от осколков и от всего остального, стрелковый бой, вот этот вот человек с автоматом против человека с автоматом, на самом деле это такой скорее штамп в реальных боевых действиях, это случается редко. Нет, есть кадры, конечно, где там в том числе по окопам, когда идет захват окопа, да, там одна группа людей с автоматами против другой группы людей с автоматами, но это настолько большая редкость, прямой стрелковый бой, что как бы говорить о том, что война вот именно так выглядит, это, конечно, не совсем правда. Нынешняя война выглядит как, собственно, столкновение различных групп с бронетехникой, как артиллерия, бьющая по скоплению людей или по бронетехнике, и как дроны, прилетающие в бронетехнику или в людей. Вот так примерно выглядит нынешняя война, и, к сожалению, еще с российской стороны это ФАБы с различными комплексами планирования, там, УНПК, которые попадают в украинские, в украинские фортификации. Вот это прямо проблема проблем, но об этом мы еще поговорим, когда перейдем к авиабомбам и Харькову. Вот это то, что визуально видно. Что пишут зетники еще интересно? Вот, например, зет-канал НОПСАРАН пишет, сегодня отгружал броню танкистам из-под Авдеевки. Это действительно правда, в том смысле, что всевозможную динамическую защиту, чего только нет, блоки, очень много волонтеров именно везут, российские волонтеры везут российским войскам. Вот эти все рассказы, что у российской армии все есть, это, конечно, абсолютный вымысел. Я слежу за всеми этими чатами. Более того, я напоминаю, дорогие друзья, что есть очень хорошая механика. Если вы видите, как какой-нибудь зет-канал объявил сбор, да, там, на карту или еще на что-нибудь, и вы находитесь не в России, у вас есть там интернет-телефония какая-нибудь, да, или вы знаете, как ей пользоваться со скайпа или чего-нибудь такого, просто звоните в банк, говорите, вот номер моей карты, я ее потерял, заблокируйте, пожалуйста. И это серьезно осложнит для тех зетников, которые собирают вот всякую всевозможную помощь. Собственно, этот самый сбор помощи, на это часто жалуются зет-каналы, но пока это не имеет массового характера, очень бы хотелось, чтобы это имело массовый характер, потому что все эти сборы, они действительно помогают российской армии, как и сборы, которые, собственно, делаются в помощь ФСУ. Но там с банками гораздо лучше всего, то есть там банки понимают, что идет война, в отличие от российских, вот. И, значит, поэтому чем меньше будет возможности таких сборов, чем больше будет замороженных счетов с деньгами с этих сборов, тем лучше. Есть, конечно, проблема, что часть вот этих вот зет-каналов, они собирают деньги, но не отдают их на фронт и ничего не закупают, а просто отставляют их себе, и это мы только с вами поощряем, безусловно. Вот, пусть эти зетники как бы наживаются на людях, и деньги этих людей пойдут не на войну, а в карман этим зетникам, которые купят себе, не знаю, что, макбук, смузи, или что они там предпочитают, не в курсе, финку НКВД. Вот, но базово, да, с этим, конечно, надо бороться, со всеми возможными средствами, потому что, действительно, на фронте очень много чего не хватает у российской стороны, чего бы они не заявляли, и вот волонтеры, да, в том числе, помогают танки обвешивать, что, конечно, абсолютно нонсенс. Итак, что пишет Нопосаран, еще раз, сначала начнем. Сегодня отгружал броню танкистам из-под Авдеевки. Они очень злые и на шойгу. ДЗ принимал командир танкового взвода, динамическую защиту. Старший лейтенант, примерно мой ровесник, уже несколько раз горел в подбитых танках. Динамической защиты нет, танки лысые. КДЗ снимают с подбитых, под обстрелом. Рэба нет, танки наши жгут дронами камикадзе абсолютно безнаказанно. Я слушал и не знал, что сказать. Просто докурили вместе по сигарете и поехали каждый в свою сторону, пишет он. Очень правдоподобная история, включая то, что мы видим с данных объективного контроля, куча лысых танков, правда. То есть, например, мы видим там Т-55. Т-55, вообще поразительно, что он именно на линии фронтной, на линии соприкосновения, на линии боевого соприкосновения, потому что, ну, когда их расконсервировали, была гипотеза, как вообще зейтники защищались. Значит, ну, потому что, когда у вас танк Т-55 расконсервируется и Т-54, вы задаетесь вопросом, а что вообще происходит, потому что это очень старые танки, и вообще не предполагалось, что когда-то их будут снимать с хранения. И они тогда говорили, это мы на самом деле в учебки ставим, чтобы люди тренировались туда-сюда. Но нет, мы видим эти танки на фронте, и мы видим, что они лысые. Но не только они, а и 60-е, и 70-е тоже лысые. То есть, тоже без какого-то дополнительного бронирования, без динамической защиты, ничем не обвешаны. Это значит, что их пытаются расконсервировать максимально быстро, не успевают ничем снабжать и просто тут же отправляют на фронт. Это значит, что есть проблемы с скоростью расконсервации даже старых танков, не говоря уже про производство. Скорость производства новых танков в России сильно ниже, чем официально заявляет российская власть. Это тоже видно с линии фронта. Поэтому рассказ вполне правдоподобный. Ну и теперь давайте посмотрим на видео одного из российских военных, где он просто показывает масштабы, масштабы потерь, количество трупов на поле боя. Максимально мы там все замазали, надеюсь, все получилось. Ну вот, просто послушайте, что он говорит и поймите, что под блюром. Никто их не вытаскивает. Так вот наша армия работает. Парни уже сколько времени лежат. Ну, он уже сколько. Все наши. Как вот? Ивака наша работает. Что ты говоришь, Ваня? Не, я там еще один нашел. Вот там еще, на обратном пути там еще один лежит. Заберем. Вот наша. По-моему, только разведка своих вытаскивает. Остальные лежат. О, после первых штурманов пацаны уже вон лежат. В этой ложбинке никто их не заморачивается даже. Только он раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек лежит здесь. Там дальше еще парни лежат. Вот так вот наши государства у нас заботят. И это не единичная ситуация. Очень такого много. Больше гораздо видеозаписей и скриншотов с дронов, которые летают над линией боевых соприкосновений. Там просто трупы лежат. Ну, просто усеянные. Вот. Лежат за танками, лежат за БМП подбитыми. Лежат просто посреди поля. То есть, большое количество. Прям никто их не забирает. И, как бы, это вот цена за наступление. То есть, Россия наступает сейчас не каким-то широким фронтом. Точнее, фронт относительно широк, да, потому что не наступает по многим направлениям. Но не крупными группами, а маленькими группами так называемой бонзай-атаки. Типа, попытаемся доехать до точки и там закрепиться. Если по пути убьют, ничего страшного, пустим в следующую. Именно поэтому теряется много и техники, и самих солдат. Вообще, что касается в общем войны, у Института изучения войны вышел большой текст. Классная о том, почему Россия не может победить в этой войне, если Запад сделает все необходимое. Почему основная стратегия России и Путина – это блеф. Это то, о чем я вам говорю два года с самого начала войны. Потому что чисто математически, хотя я так себе математик, я привык все удваивать. Тем не менее, чисто математически Россия не может победить Украину, если Запад будет оказывать необходимую помощь. И, собственно, это большая публикация, где подробно расписано, почему у России нет потенциала для того, чтобы победить в этой войне. И почему на самом деле ситуация для России с точки зрения общего, с точки зрения big picture становится хуже. Почему экономика проседает, почему военка проседает, почему на самом деле вот если дать Украине все необходимое сейчас, то Украина победит просто неотвратимо. Никаким образом. Очень хорошая публикация. Ну, опять же, потому что она совпадает с моими оценками, поэтому хорошая традиционно. Но для того, чтобы вы сами могли оценить эту аргументацию, а не просто полагаться на вывод Института изучения войны, я думаю, я сегодня как раз выпущу эту публикацию в виде видеоролика. Я просто для вас расскажу, что там написано, зачитаю, чтобы вы сами смогли эти аргументы проанализировать и подумать, насколько они убедительны или неубедительны. Но я рад, что западные тэнки, в отличие от западных медиа, не занимаются хернями, а занимаются реальным анализом. Потому что, мне кажется, если вы так взглянуть, то эта мысль, она прямо очевидна абсолютно, что основная стратегия России это блеф. То есть любое, вот эти постоянные попытки завышения военных показателей, количество производства, количество призванных контрактников и всего остального. Скорость расходования бюджета и фонда национального благосостояния и его ликвидной части показывают, что Россия физически не сможет воевать в том темпе, в котором воюют. Более того, тот темп, в котором воюет Россия, он преодолим западными странами без серьезных потерь для экономики. Да, то есть сдерживающий фактор, основной, главный сдерживающий фактор, это не российская военная мощь, которая оказалась, слухи о которой оказались сильно преувеличены, как мы поняли после начала вторжения, а это буквально российский блеф. Запад буквально боится эскалации, ядерной войны и всего остального, особенно Соединенные Штаты. Это единственная причина, почему война до сих пор идет. Страшная причина, потому что с точки зрения военного производства, если бы только в нем была проблема, это решаемо и решаемо в понятные сроки. С точки зрения страха необоснованного, это более серьезная и комплексная проблема. И здесь не до конца понятно, что именно с этим делать. Ну, в общем, публикация интересная, мы с вами к ней вернемся в сегодняшнем видео. Тем временем Украина продолжает строительство укреплений в Запорожской области. Как сообщала военная администрация Запорожской области, фортификационные сооружения строятся на подконтрольной украине территории по всей линии фронта на Запорожском направлении. Планируется возвести комплекс сооружений для военнослужащих и военной техники. Это процесс, который происходит сейчас по всей линии фортификационных сооружений на территории контролируемой Украины. Точнее, по линии возведения этих сооружений. Владимир Зеленский накануне съездил в Сумскую область и там проинспектировал блиндажи, которые строятся. В общем, да, мы видим большую разворачивающуюся стройку обороны, которую выстраивает украинская армия, потому что, соответственно, 2024 год на нынешнем этапе не представляется годом, когда Украина будет идти вперед и отвоевывать свои территории. Судя по всему, 2024 год будет стоять из нескольких компонентов. Первое – это оборона, хорошая оборона, которая будет сдерживать российский натиск. Почему российский натиск именно сейчас и почему Россия будет в атаке Украины в обороне? Потому что, во-первых, у Владимира Путина базово вот в ближайшей перспективе времени играет на него, а в отдаленной – не на него. Как это устроено? Дело в том, что Владимир Путин, как диктатор, имеет возможность мобилизовать большое количество ресурсов в очень срочном порядке, то есть очень быстро начать производить большое количество снарядов и прочее, прочее, прочее. Почему он это может сделать? Потому что у него нет никаких обязательств перед гражданами, он никому ничего не должен, абсолютно ему на с***, что о чем подумает, значит, кто как и что вообще считает. Да, у него есть какие-то ограничения политические, связанные с проведением мобилизации живой силы, потому что он боится возможных волн протеста и всего остального, но тем не менее представляется, что если механизмы скрытой мобилизации не дадут результатов, то эта мобилизация будет. В любом случае, ну я подробно вчера об этом рассказывал в ролике, если вам интересно, посмотрите. В любом случае, вот в краткосрочной перспективе у России больше возможностей для экстренной мобилизации экономики и перехода на военные рельсы, чем у Запада, например. У Украины тоже возможности довольно широкие, тем не менее, все равно в Украине обращают внимание на то, что говорят люди, и вообще есть страх власти перед тем, чтобы, значит, как-то сильно, слишком сильно перетянуть там пояса и все прочее. С этим связаны проблемы, связанные с мобилизацией внутри Украины, да, вы видите, что уже очень долго обсуждается там закон о мобилизации дополнительного количества людей, все это происходит потому, что украинская власть не является диктаторской, является подотчетной, там не заблокированы все альтернативные источники информации, там заблокированы пророссийские, безусловно, но тем не менее есть большое количество критиков и правительства Владимира Зеленского, которые находятся в стране и продолжают работать, например, там Бутусов, которые активны, это достаточно делают, Deep State, с которым вообще официально заключены договоренности у украинской армии с недавних пор об обмене информации, тем не менее, они тоже часто критикуют действия руководства Украины, да и вообще, кто там только не критикует, да, и в этом смысле руки Владимира Бытина развязаны гораздо больше, но Украина в целом по ресурсам, конечно, гораздо меньшими обладает объемными ресурсами, чем Россия, при этом у Запада ресурсов гораздо больше, чем у России, но Запад не может так быстро их все мобилизовать, но в долгосрочной перспективе, безусловно, у России гораздо больше проблем, потому что Запад мобилизует свои военные ресурсы, наращивает свое производство без ущерба для экономики, Россия же просто выгребает все подчистую, используются резервы, значит, всячески повышаются кратно расходы, хотя не повышаются доходы, а только снижаются, и поэтому таких активно, вот активно существовать, как существует сейчас Россия с точки зрения наращивания военного производства, у нас может не так много времени. Вообще, когда читаю я истории про то, что Россия стала там, условно, сильнее с военной точки зрения, и теперь для Запада больше угрозы, выглядит это довольно странно для меня, потому что я не вижу, как Россия стала сильнее. Ну, то есть, количество техники в России уменьшилось, причем сильно уменьшилось, Россия за эту войну потеряла 15 тысяч единиц различной техники. Количество подготовленных солдат и офицеров снизилось, потому что самые элитные российские части полегли в первые же месяцы вторжения, и то, что имеется сейчас, это люди, чьи военные навыки крайне низкого качества. Конечно, есть люди с реальным боевым опытом, да, и это там, можно спорить, насколько это лучше, чем элитные части, но подготовленные в мирное время. Тем не менее, количество, значит, подготовленных кадров, количество офицеров в России стало ниже, количество самолетов стало меньше, количество военной техники меньше, количество техники на хранение меньше, количество подготовленных артиллерийских снарядов меньше, количество подготовленных ракет меньше. Ну, короче, я не понимаю, в каком месте она стала сильнее, и люди, которые об этом говорят, что вообще имеют в виду и о чем они, я не до конца понимаю. Тем не менее, в долгосрочной перспективе, даже если мы возьмем темпы производства, которые на самом деле сравнимы у России и у Запада, если мы берем Запад в целом, они сейчас сравнимы, но у Запада они будут расти, причем будут расти довольно сильно. Россия уперлась в потолок, и она сейчас, да, выкупает там большое количество артиллерийских снарядов, например, у Северной Кореи, но там это тоже история не бесконечная, то есть по качеству артиллерийских снарядов северокорейские сильно уступают, даже российские, на что жалуются российские солдаты. Короче говоря, в долгосрочной перспективе, значит, у России перспективы хуже, и поэтому Россия пытается сейчас максимально надавливать в момент времени. То есть сейчас, вот когда у Украины наибольшие проблемы с западной поддержкой, пожалуй, больше были только в первые полгода войны, да, когда Германия обсуждала, можно ли вообще отправлять оружие Украине или нет, да, то сейчас мы видим, что количество выделяемых средств Западом меньше, что застряла военная помощь. Вот ключевой вообще момент – это военная помощь Соединенных Штатов, она застряла из-за того, что республиканцы просто блокируют выделение помощи Украине. Трамписты, они, ну как, уже все республиканцы блокируют, да, раньше это были только трамписты, а теперь республиканцы, которые понимают, что номинирован кандидатом от республиканцев будет Трамп, они пытаются подс***ть Трампу, и из-за этого они как бы выступают против помощи Украине, даже те трамписты и даже те республиканцы, которые в целом исторически выступали за помощь Украине. Чудовищная ситуация, которая вредит и Украине, и Европе в целом, и конкретно Соединенным Штатам, но что поделать, вот так устроена современная политика, когда американская политика, именно американская политика, когда огромное количество дебилов поддерживает маленькое количество дебилов, которые поддерживают одного дебила. Да, вот это такая пирамида Трампа, если хотите, которая, к сожалению, ну просто помогает Владимиру Путину, это единственное, что она делает, никаких позитивных от нее последствий нет, только помощь Владимиру Путину, это печально, но тем не менее, это все длинное объяснение, комплексное того, почему Украина сейчас будет в обороне, почему Россия будет активно наступать любой ценой. Потому что часики тикают, Россия это понимает, поэтому она пытается вот сейчас в момент, пока еще там не прошли выборы в Америке, пока еще там, значит, есть проблемы с наращиванием производства боеприпасов на Западе, Россия пытается максимально добиться каких-то успехов на поле боя, потому что потом это будет сложно. То есть, на самом деле, максимально пройти вперед, максимально запугать Украину и максимально надавить на Запад для того, чтобы как можно меньше поддержки оказал Украине. Вот три задачи Владимира Путина сейчас, чтобы в итоге выйти на какие-то полупереговоры, в результате которых будет заморожен конфликт на определенное время, Россия сможет восстановить свои потерянные военные мощности и затем снова пойти уже добить Украину и пойти уже, значит, воевать с западными странами. План Путина примерно выглядит так, кто-то его понимает, кто-то его не понимает, и в этом контексте, безусловно, важно сейчас, в 2024 году для Украины, первое, выстоять, да, это вот первый пункт, который мы с вами перечислили, это выстроить оборону, чтобы сдержать российское наступление. Второе, это обеспечить себя военными производствами, которые позволят автономно от западного выделения помощи производить боеприпасы в больших количествах. И третье, это, соответственно, за 2024 год Украина должна насытить себя живой силой, ну, то есть провести мобилизацию и понять, как сделать так, чтобы терять как можно меньше людей, при этом, чтобы в войсках было как можно больше людей. Один из путей, это, конечно, автоматизация войны, то есть переход, вот еще большая интеграция в дроновые войны, да, когда у тебя, твой призванный человек, он идет не, значит, с автоматом штурмовать вражеский окоп с высокой вероятностью собственной гибели, а сидит далеко, ну, или там, относительно далеко от фронта в укрепленном блиндаже и, значит, запускает дроны, которые там с донаведением отправляет потом, несмотря на рэп, и уже переходит к следующим дронам. Это совершенно разные стили ведения войны, совершенно разные последствия, совершенно разные риски, и, естественно, будет совершенно разное, совершенно разное будет восприятие возможности идти в войска, потому что, ну что, греха таить, умирать никто не хочет, да, и если шанс умереть в войсках будет снижен, то количество людей, которые будут готовы эти войска защищать свою родину, будет еще выше. Тем временем в Украине сейчас будет демобилизация срочников. Что это такое? Это срочники, которые остались в армии после начала полномасштабного вторжения войск России. То есть в Украине есть срочные службы, и были срочники в этот момент, которые застали прямо в начало войны, и они, соответственно, по приказу остались в войсках и продолжали воевать. Демобилизация этих срочников начнется 2 апреля и продлится до 31 мая. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, ссылаясь на утвержденные графики в вооруженных силах и государственной специальной службе транспорта Украины. То есть в разных частях, написал он в своем телеграм-канале, демобилизация срочников стоится в один из дней в этом промежутке, написал Гончаренко. Президент Украины Владимир Зеленский в начале марта подписал указ об увольнении в запас солдат срочной службы, воевавших на фронте. В соответствии с документом, срочники, срок службы которых был продлен из-за военного положения в Украине в связи с полномасштабным вторжением, будут отправлены в запас в апреле-май 2024 года. Верховная Рада накануне второй годовщины полномасштабного вторжения одобрила закон об изменении сроков срочной военной службы. Документ касался демобилизации украинских срочников, которых не отпустили со службы в армии после начала вторжения. У меня есть независимые подтверждения этого факта, то есть я нахожусь в переписке с некоторым количеством украинских солдат для того, чтобы иметь реальную картинку с поля боя. Потому что понятно, что украинские СМИ и украинские официальные лица тоже склонны приукрашивать, поэтому у меня есть какое-то количество солдат, с которыми я общаюсь. И, собственно, они говорят, что да, действительно, вот пришли в части различные распоряжения и готовятся к этому. Демобилизация срочника, это, конечно, хорошо, потому что, ну, вот история, когда ты пошел воевать, и ты воюешь, не знаешь, да когда, не знаешь, там, какие у тебя перспективы и прочее, это довольно давит сильно на психику. Более того, эффективный период службы солдата, даже в рамках, там, защиты и в полномасштабном вторжении, он довольно ограничен, да. Другое дело, что не обязательно, там, демобилизовывать, можно переводить, там, месяц на передовой, три месяца, соответственно, в тылу, ротация. Она есть в украинских войсках, а сейчас ее стало меньше, раньше было больше, но, тем не менее, есть какой-то предельный срок, после которого ты выдыхаешься абсолютно, и от тебя довольно мало пользы, у тебя и кукуха едет, у тебя и физиологические процессы в организме уже начинаются, которые мешают тебе воевать. Да, понятно, что там в Первую, Вторую мировую войну было огромное количество людей, которые воевали годами, но, собственно, там все бралось массой. А здесь же, когда каждый воин на счету, когда у украинской армии действительно есть забота о жизнях людей в своей армии, в отличие от армии российской, которые вообще, ну, пошли, пропали в бонзай-атаке, да и пропали. Да и, хрен, тебе даже тела забирать не будем, что переживать, это важный элемент. Однако, есть, конечно, нюанс. Нюанс заключается в том, что воевать все равно кому-то надо, да, и демобилизация срочников в условиях, когда еще нет широкой новой мобилизации внутри Украины, ну, просто может оставить какие-то участки фронта в более слабом положении, чем они были. Поэтому, конечно, историю с мобилизацией Украине нужно как можно скорее решать, ну, то есть выкатывать окончательный законопроект, понимать окончательные принципы и все это осуществлять, потому что, ну, живой силы не хватает обеим сторонам, да, в условиях, когда сейчас в летом начнется довольно широкое наступление, может начаться, и с высокой вероятностью начнется широкое наступление России, то здесь, конечно, очень нужны будут солдаты, и если к лету этого не удастся, то это будет проблема, учитывая, что сейчас уже начинается апреля на подготовку солдата, хотя бы первично, для того, чтобы он был эффективен в бою, нужно 2-2,5, а лучше 3 месяца, то вот срок он вот-вот-вот, да, то есть когда уже будет даже принято это все, когда начнется мобилизация в Украине, широкая именно, да, вот новая, там, 500 тысяч человек или сколько, там, 300 тысяч человек, нужно будет время на то, чтобы ее провести, нужно будет время на то, чтобы этих солдат подготовить, вот, и как бы, ну, участки тикают, к сожалению, к сожалению, участки тикают, вот, не то, чтобы я кого-то к чему-то призываю задуматься или что-то, они сами без меня это все прекрасно знают, но ситуация тревожная, что называется. Теперь давайте к другой тревожной ситуации, это удар российских войск авиабомбой по Харькову, а начнем со слов Алексея Арестовича, никогда украинского, ныне российского пропагандиста, который постоянно повторяет нарративы Владимира Путина, почему я, вот некоторые вы пишете в комментариях иногда, Майкла, почему ты называешь именно российским пропагандистом, а не, например, там, что он, там, изменил мнение. Значит, смотрите, во-первых, его мнение изменилось на 180 градусов по всем вопросам, все вопросы, которые ранее он касался, по каждому из них мнение изменилось, по успешности операций тех или иных, по тому, за что идет эта война, по тому, как Владимир Путин ведет эту войну, по тому, кто за нее ответственен и прочее, прочее, прочее. Но это вы сами заметили, если следите за его высказанием. Я не собслежу, они просто периодически попадаются в Z-каналах, которые я читаю. То есть я в основном высказывания Арестовича узнаю из Z-каналов, что тоже, конечно, характерный признак. То есть первое, это резкое изменение, а второе, это некоторые нарративы, которые я не представляю, как на них можно выйти, если ты как-то не аффилирован с российской пропагандой, или, по крайней мере, не повторяющая тесса. Не знаю уж, куплен Арестович, не куплен, завербован, не завербован, не имею никаких доказательств, но когда человек начинает говорить про Украину как анти-Россию, это патрушев, ну то есть это патрушевский бред, это патрушевский вымысел, он не имеющий никакого отношения к реальности. Вот если, для меня какой критерий? Если я слышу анти-Россия в отношении Украины, для меня этот человек, это просто путинская пропаганда. Причем кондовая, даже там не те Z-блогеры, которые поддерживают войну и делают сборы, и, конечно, Минобороны им дают периодически методички и прочее, но даже они не настолько пропаганды, чтобы вот этот тезис про Украину и это анти-Россия толкать. Потому что он абсолютно выдуман на пустом месте, никто не делал никогда из Украины анти-Россию, Украина единственная. Почему вообще начался Майдан и вот все вот это вот, который привел к смене власти в Украине, потому что власть местная, Янукович, хотели изменить решение, которое было принято. То есть вместо движения к евроинтеграции, он хотел это все просто бэкнуть. Украинцы вышли за собственный выбор, за собственное решение, чтобы никакая власть не могла узурпировать власть в стране. И это никак не связано вообще с Россией. Это связано с тем, что, да, Янукович был, конечно, российской марионеткой, сделал это потому, что его буквально купил Владимир Путин, но тем не менее украинцы выходили за собственный выбор, за то, чтобы самим выбирать, какая будет их страна. И отдавали за это свой пот и кровь. Свой пот и свою кровь. И в этом смысле Россия здесь при чем? Только при том, что она вторглась в этот момент в Украину. Она аннексировала часть ее территории. Естественно, Украина не в восторге от этого. Когда чужая страна вторгается на твою территорию и просто оттяпывает кусок территории, нарушая международные договоры, которые были заключены, и под которые Украина отдавала ядерное оружие. Ну, это, конечно, слит. Это, конечно, невероятно слит. И, естественно, никто с 2014 года в Украине очень сильно такому соседу России не радовался. Но Украина никогда не была антироссией. Я напомню, что концепция антироссии по Патрушеву заключается в том, что Украина специально была создана в нынешнем виде для того, чтобы развалить Россию. Это полный вымысел как с точки зрения идеологической и вообще всех фактов, которые мы знаем, так и с точки зрения технической. Украина физически не может это сделать. Единственный человек, который может развалить Россию, который активно это делает, Владимир Путин. Поэтому, когда человек говорит про антироссию, для меня это однозначно, что это просто российская пропаганда. Что даже человек, не согласный с Зеленским, ненавидящий Зеленского внутри Украины, человек, который ненавидит всю украинскую верхушку и еще что-нибудь, человек имеет на это полное право. Ну, то есть, пожалуйста, Украина, на удивление, свободная страна. И есть много людей, которые критикуют украинскую власть. Но когда я слышу антироссия, для меня это маркер того, что человек натурально просто в кремлевской парадигме живет. А почему человек может жить в кремлевской парадигме за исключением денег, я не знаю. Но, опять же, неважно, как я себе вижу Алексею Арестовичу, важен тезис, который он заявляет, который очень лживый, и сейчас я объясню вам почему. Давайте сначала тезис послушаем. Это очень странная война, Коля. Я тебя сейчас назову главный признак, который всех заставил задуматься. Это первая война после 1945 года. Первая война после 1945 года, где потери гражданских меньше, чем военных. В других таких войн не существует. После 1945 года. Это очень странная история. Я когда это понял, я сразу понял, что характер этой войны радикально другой, чем принято утверждать. Чем утверждает их пропаганда, наша пропаганда и западная пропаганда. Во всех войнах с 1945 года потери гражданских намного больше. В этой войне тоже есть потери гражданских. Их много, но их гораздо меньше, чем военных. Значит, тезис, что мало погибает гражданских, а это значит, что Россия специально как-то старается их поменьше убивать. Собственно, тоже российский абсолютно тезис. И это абсолютно неправда. Почему это неправда? Во-первых, потому что с, собственно, упомянутой Второй мировой не было войн, где равные соперники или сопоставимые по военной мощи государства сражались. Почему Россия убивает гражданских в Украине меньше, чем солдат гибнет на поле боя? Потому что Россия не может. Дело в том, что в первые дни... Вот вообще от чего страдает наибольшее количество гражданских? Что во Вьетнаме, что во Второй мировой, что где угодно еще. Авиация, которая сбрасывает бомбы, бомбардировки, именно это повышает кратно количество смертей среди гражданских. Почему в ГАЗе есть немалое количество убитых гражданских или, как минимум, людей, называемых гражданскими? Понятно, что те цифры, которые приводят и ООН, и Министерство здравоохранения Палестины, как оно себя называет, это вымысел. Это просто вымысел на пустом месте, потому что это Хамас рассказывает, сколько якобы убил Израиль. При любом анализе каждого из этих случаев, включая больницу, мы знаем, что Хамас завышает это примерно 8-9 раз. Тот самый знаменитый удар по больнице, где они сказали, что убиты 800 человек. Хотя, опять же, палестинская ракета приземлилась на парковку и убила какое-то количество, 10, 20, 30. Ну, максимум там 80. Ну и то, это сильно завышенная цифра. Поэтому все эти цифры завышены, но, тем не менее, значит, история про бомбы в основном. История про бомбы, бомбардировки убивают большое количество людей. Россия хотела и использовала бомбардировки в начале вторжения, когда Россия подумала, что она уничтожила всю украинскую авиацию и все украинское ПВО. Но после двух или трех вылетов российские самолеты начали падать пачками, и из них потом наделали брелков. У меня таких два. И, собственно, стало понятно, что все эти рассказы про то, что вся украинская система противовоздушной обороны подавлена, это фуфел. И Россия перестала летать бомбардировщиками туда. Почему бомбардировки больше наносят урона, чем, например, ракетные обстрелы? Бомба несет куда большее количество взрывчатки. Именно поэтому мост нельзя разрушить ракетой, но можно разрушить бомбой. Но есть ограничения. Для того, чтобы бомбу скинуть, нужно лететь прямо над городом. Чтобы разбомбить Дрезден, нужно, чтобы самолеты прилетали над ним. Так же и тут. И, соответственно, когда российский самолет с бомбы летит, в него пиу-пиу-пиу, ну, летит ракета противовоздушной системы, и все, самолет больше никуда не летит. Именно поэтому с 2020 года, с второго или третьего месяца войны, вплоть до октября-ноября, наверное, ноября-декабря 2023 года российских бомбардировок практически не было. Просто потому, что российские самолеты не могли залетать так глубоко на территорию Украины. Однако, с октября-ноября появились у МПК, точнее, были доработаны. Появились они раньше, были доработаны. Что такое МПК? Это как раз системы, которые навешиваются на эти бомбы, чтобы их можно было запускать не прямо над городом, а типа за какое-то количество километров до. Например, у МПК там, по-моему, дальность заявлена в 70 километров. То есть, самолет влетает на очень большую высоту, там скидывает бомбу, а у нее такие крылышки. И с помощью этих крылышек она превращается практически, ну, если не в ракету, то как минимум она может лететь гораздо дальше. Она планирует. То есть, она не падает теперь вертикально вниз, а она планирует. И таким образом она может пролетать большее расстояние. И ровно этими сранами у МПК, навешанными на КАБы и на ФАБы, начали обстреливать Авдеевку и все остальное. И это разрушительное оружие. И вот сейчас его начали применять по Харькову. Был первый прилет. В чем мораль всей этой истории? Что Россия уничтожала гражданских меньше, чем военных, не потому что так хотела, а потому что не могла по-другому. И в случае, когда у России появлялась, вот когда уже линия фронта проходила по какому-нибудь городу, Россия стирала с лица земли этот город артиллерией, и в том числе сбросами. Понимаете? Просто люди были уже эвакуированы из этих мест. И поэтому вот это заявление, что Россия как-то специально пытается снизить количество граждан, это абсурд. Просто Украина не позволяет это сделать. Именно поэтому Украина постоянно говорит о системе важности, о важности систем ПВО и всего остального. И мы видим, что при первой же возможности Россия тут же скидывает бомбы на крупные украинские города. И как раз чтобы максимально это предотвратить, нужно как можно больше систем ПВО, потому что у России нет никакого пиетета перед украинским населением. Мы знаем это по Пуче, мы знаем это по Ирпении, мы знаем это по Мариуполю, мы знаем это по Херсону. По Мариуполю нам еще только предстоит узнать, сколько тысяч там погибло гражданских. Потому что это как раз один из тех городов, которые Россия обстреливала довольно активно, из танков и артиллерии, и просто стерло половину города с лица земли, а население Мариуполя уменьшилось на 400 тысяч человек, часть из них успела уехать, сбежать, часть была убита. В каком масштабе, мы не знаем до сих пор, знаем только что в большом, потому что были по всему Мариуполю стихийные захоронения. Я как раз выпускал большое видео про Мариуполь. Вот, поэтому тезис Алексея Арестовича это абсолютная херня и манипуляция, которая направлена просто на то, что люди не знают специфики этой войны, не следили за ней и прочее. Но, независимо от самого Алексея Арестовича, это вообще не про него. Просто когда я про эту историю с авиабомбой в Харькове прочитал, я тут же вспомнил его это высказывание и решил с вами поделиться. Тем более, что не то, чтобы я хочу про него активно говорить, как бы, ну, стал российским пропагандистом, стал, просто каждый раз, когда я упоминаю его, вы мне в комментариях, часть из вас начинает писать, что типа, а вот, а почему вы так думаете, и все. Я подумал, ну, вот хороший пример, какая-то иллюстрация. Вряд ли это убедит прям фанатов-фанатов, но как минимум многих заставит задуматься. Задумайтесь, кого вы вообще слушаете. Ну, и, соответственно, задумайтесь, может быть, это я, агент ФСБ, может быть, это я, не нападаю на безвинного Алексея Арестовича, и, может быть, имеет смысл отписаться от меня. Против ничего не имею. В Харькове что в итоге произошло? Там были взрывы в воздушных силах ВСУ, там днем заявили, что российская тактическая авиация запускает корректированные авиабомбы. В Харьковской и Донецких областях. Глава Харьковской области Олег Сенегубов сообщил, что российские войска наносят удары по региону. Он призвал жителей Харьковой области находиться в укрытиях. Глава Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, сказал, что власти проверяют информацию о попаданиях в городе. Позже стало известно, что при ударе по Харькову один человек погиб, не менее 19 пострадало. Четверо из них дети, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, сильно были повреждены жилые пятиэтажные дома. Также пострадал институт неотложной хирургии. Глава областной военной администрации Олег Сенегубов уточнил, что удар был нанесен по Шевченковскому району города. По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022 года. Об этом сообщила полиция и опубликовала первое фото последствий. Предварительно был удар дешевым аналогом крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30СН, изготовленный на базе ФАБа-250. О применении России таких умных бомб украинские профильные СМИ писали в начале марта. Сообщалось, что это специфический авиационный боеприпас на базе авиабомбы ФАБ-250, где бомба интегрирована в корпус модуля планирования и коррекции. В модуле есть инерциальные спутниковые системы навигации, а также рули в хвостовой части. Также этот боеприпас был оснащен подвесным турбореактивным двигателем и топливным баком, что, по сути, делало УМПБ дешевым аналогом крылатой ракеты. То есть, как раз они объединили фактически количество взрывчатого вещества, которое может нести бомба, и ракету. Потому что ракета, что у нее есть двигатель, и у нее есть топливо, которое ее доставляет до цели. В чем здесь надежда, что они вряд ли это смогут сделать с более тяжелыми боеприпасами, ну, с теми же ФАБ-500 или уж тем более 1500, потому что тем больше масса, тем, естественно, больше нужно топлива и двигателя для того, чтобы это доходило до цели. Но, тем не менее, по сути, вот они сделали это дешевым аналогом крылатой ракеты. И аналогичная история у США — это Джейдамы, например, те самые легендарные. Российские военные паблики тогда же писали, что применяться у БМП может не только с самолетов, но и с реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Как видим, украинские власти это подтверждают и указывают, что наземная установка — это все-таки РЗО «Смерч», не суть важна. Также они сообщили, что бомба может бить на расстоянии до 90 километров, что дальше, чем обычные российские ФАБы. Словом Зеленского, при ударе пострадали по меньшей мере 19 человек, среди них, в частности, девочка 2022 года рождения и мальчик 2023 года рождения. Зеленский призвал укреплять украинскую ПВО и ускорить поставку Украине истребителей Ф-16. Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений, почему патриоты, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, добавил он. И можно только согласиться с ним, потому что почему-то Запад постоянно такой, да, наверное, Украина справится и все прочее. То есть Запад не понимает, что любые ограничения, которые касаются России, это не ограничения, на которые Россия идет добровольно, например, не бить авиабомбами по городам, а это просто на данный момент у России нет такой возможности. И как только возможность появляется, Россия тут же начинает это делать. Поэтому, безусловно, нужно как можно больше систем противовоздушной обороны и, соответственно, снарядов для этих систем. Также российские военные демонстрируют, как там сказал Арестович, что как-то не любовь, а как это они нас, забыл, к сожалению, вы уже видели, это сейчас в этом куске вырезано, а я его на память до конца не помню. Ну, короче, считают своими. Так вот, те, кого считают своими российские войска, они также с военнопленными украинскими обращаются как со своими, видимо. Ну, то есть они убивают их. Они убивают их в большом количестве. Я уже рассказывал об этом на канале, но вот появился доклад ООН. За последние три месяца российские военные могли убить минимум 32 украинских военнопленных. Об этом заявили эксперты ООН. Управление комиссар ООН по правам человека получило данные о том, что с декабря 23 по февраль 2024 российские военные могли убить по меньшей мере 32 украинских военнопленных. В докладе, опубликованном на официальном сайте управления, сказано, что эксперты ООН получили независимое подтверждение по крайней мере трех таких случаев, в ходе которых было убито семеро военнослужащих ВСУ, находившихся в небоиспособном состоянии. Ну, кстати, не знаю, им надо каких-нибудь осинтеров взять, потому что я только по данным объективного контроля, по видеоданным могу больше привести примеров за указанный мне срок. Как отмечает Управление ООН, число убитых украинских пленных значительно выше, чем за какой-либо предыдущий период. То есть это системно. В своем докладе они описывают случаи убийства пленных после того, как они сложили оружие или во время допросов. В частности, со ссылкой на слова свидетелей, эксперты ООН пишут, что один из российских военных в районе села Работино в Запорожской области сначала выстрелил пленному ВСУ в ногу, поскольку тот не говорил четко, а затем убил его двумя выстрелами в спину. В докладе также подробно описаны пытки, которым российские военные подвергают пленных украинских солдат, в том числе избиение, применение электрического тока, имитация казни и сексуализированное насилие. В некоторых случаях пленных заставляли петь государственный гимн России, лишали сна или запрещали пользоваться туалетом. Практически все до одного украинские военнопленные, с которыми мы говорили, описывали, как российские военнослужащие или чиновники пытали их в заключении. Применяя избиение, электрический ток заставляли оставаться в неудобных позах и подвергали имитации казни. Больше половины из них подвергались сексуализированному насилию, заявил глава мониторинговой миссии ООН в Украине Дэниел Белл. Эксперты ООН также проинтервьюировали 44 российских военнопленных, которые содержатся в Украине. В военной России не говорили о пытках в постоянных местах содержания. Однако заявили, что многие из них пытали или плохо с ними обращались во время перевозки или сразу после захвата в плен. Что конкретно имеется в виду, не уточняется, но очевидно, что спиральное насилие раскручивается в обе стороны, но российскую отличает то, что, во-первых, это системная история, включая убийство военнопленных, а во-вторых, что это происходит уже в местах содержания. То есть, когда вы перевозите военнопленного, там ни камер нательных, ни контроля со стороны государства активного, там, что называется, больше пространства для безнаказанной мести здесь сейчас, то в местах содержания это может осуществляться только с позволения руководства. То есть, только с позволения самих представителей государства. И в этом большая разница. Ну, что касается других обстрелов, то они продолжаются в Белгороде. В том числе очевидцы сообщили о взрыве в районе здания МВД в одном из местных телеграм-каналов. Написали, что в центре города, возле здания МВД, на проспекте Славы, был слышен взрыв. Туда поехали пожарные скорые. Подписчики телеграм-канала сообщили, что здание атаковано беспилотником. Об атаке беспилотника также написало местное здание Белру. Обстрелы Белгорода также продолжаются. Собственно, насколько они масштабны и что является их целью, непонятно, потому что многие блюрятся. Там вообще практически нет кадров прилетов, как и что там осуществляется. Ну, вот одна из историй это про попадание в МВД. Не только украинские солдаты жалуются на российских солдат, но и российские солдаты жалуются на российскую армию. Бойцов отряда Шторм-Зет традиционно кинули российские власти. Родственники погибших и раненых бойцов из Шторм-Зет записали видеообращение Владимиру Путину, к которому рассказали, что во всех инстанциях, куда бы они ни обращались, им говорят, что у добровольческого формирования Шторм-Зет нет статуса. Сколько будут издеваться над нами и бойцами с ранениями, задаются они вопросом, почему раненым не проводят ВВК, военно-врачебную комиссию, почему в свидетельстве на инвалидность стоит общее заболевание у них, когда же госструктура и Министерство обороны будут выполнять законы, принятые в РФ, спрашивают они. Родственники также пожаловались на проблемы с выплатами. По страховым выплатам ребятам приходит отказ со словами, что не заключен договор страхования. Ну, ответ на вопрос, когда-никогда, а так, ну, опять же, очередное подтверждение того, что российским властям абсолютно плевать в том числе на своих солдат. И понимаете, это значит еще какая проблема. Помимо очевидной, как бы у меня нет сочувствия каким-то к этим Шторм-Зетовцам по делам и им, и их родственникам, нечего становиться убийцами, как и до попадания в тюрьму, так и после. Но вот что примечательно. Вы же понимаете, что будет происходить, да? Вот представьте, вы, зэк, которого отпустили без какого-либо исправления, хотя российская тюрьма особо его и не предполагает, вы повоевали полгода, у вас появились боевые навыки, вы научились убивать людей и преодолели, там, если у вас и был порог того, что можно вообще убивать или нет. У вас есть боевые навыки, но при этом у вас нет денег, потому что выплаты вам не выплатили, которые полагаются, и как бы вы вышли, у вас там ранение, у вас озлобленность на власть, на систему, но у вас есть боевые навыки. Вы что будете делать? Как думаете? Жить на, там, не знаю, 5 тысяч рублей, которые вам по инвалидности будут платить? Или может быть что-то еще? И вот есть у меня подозрение, что вы будете делать что-то еще. Кого-нибудь убьете и ограбите. Или, не знаю, по заказу будете кому-нибудь ноги переламывать и все проще. Поэтому, опять же, в очередной раз подчеркиваю, что проблема вот со всеми этими ПТСРами и ситуацией у бывших зэков, и просто у российских солдат, они будут только нарастать. Нарастать будут и проблемы экономические в России. Росстат констатировал обвальное падение производства бензина после ударов Украины по крупнейшим НПЗ. Россия столкнулась с резким падением производства бензина после серии налетов украинских беспилотников, модеры которых парализовали работу крупных НПЗ Роснефти и Лукойла. За неделю, завершившуюся 24 марта, выпуск автомобильного бензина в стране упал на 7,4% и составил 754,6 тысячи тонн, отчитался в среду Росстат. За три недели экономика потеряла больше 10% производства бензина. По подсчетам Рейтера в настоящий момент простаивают 14% мощностей первичной переработки нефти на российских НПЗ. Из них почти 10% приходится на заводы, которые производят автобензин и дистопливо для внутреннего рынка. Но это не единственная проблема по деньгам. И об еще одной проблеме пишет уже непосредственно Рейтер. Россия сталкивается с задержками платежей за нефть, поскольку Китай, УАЭ и Турция усиливают контроль над банками. Российские нефтяные компании могут несколько месяцев ждать платежи за нефть из-за того, Китай, Турция и Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили требования по соблюдению санкций. Это привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву, сообщает Рейтер со ссылкой на 8 банковских и торговых источников, знакомых с вопросом. Банки, опасаясь вторичных санкций США, стали требовать от своих клиентов письменных гарантий, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка СДН не причастно к сделке. По словам двух источников УАЭ, банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank приостановили работу по нескольким счетам, связанным с торговлей российскими товарами. Четверо собеседников Рейтера отметили, что банк Машхрект, ВУАЭ, турецкие банки Зерат и Викифбанк, а также китайские банки ACBC и Банков Чайна продолжают обрабатывать платежи, но на это уходят недели или месяцы. Рейтер указывает, что задержки нефтяных платежей сокращают и делают нестабильными денежные поступления, что позволяет США наказать Россию за вторжение в Украину, при этом не прерывая глобальные энергетические потоки. И тут я вот что хочу сказать. Знаете, часто есть вопрос такой вот, типа, Майкл, ну вот вы смело вам говорите, что как бы доходов стало меньше, а все говорят, что доходов стало больше и проще. Я только одно скажу. Понимаете, в чем дело? Многие при подсчетах российских доходов ориентируются на слова России. И это настолько дебильно, что я даже не понимаю, как это комментировать. При этом параллельно мы постоянно видим информацию о том, что Индия то отдаст в рупиях, с которыми Россия еще не может сделать, то приостанавливает выплаты, то еще что-нибудь. Поэтому, ну что, не читайте советских газет, не читайте западные издания, которые пересказывают советские газеты. Напоследок, наша любимая за эти дни уже тема, это Чекистов Синем. Знаменитый Чекистов Синем, за который там многие записали меня в ФСБшники, которая у меня сгорела с этой историей, потому что, понимаете, в чем дело? Ладно, давайте сначала по фактам, потом, что называется, лирика. Значит, поставлена точка в этом, собрались журналисты-расследователи и идентифицировали двух мужиков, которые везде фигурируют. Значит, первый, это мужик в синем упорочне. Значит, что ему приписывалось, не хочется мне говорить конспирологами, давайте так, что ему приписывалось сторонниками теории. Значит, что вот он, это тот же мужик, что мужик справа с грамотой, которая получена на соревнованиях по армрестлингу в подмосковном Сосенском, где располагает штаб-квартиру СВР. Это у них-то было в их расследовании, в кавычках. Оставим в стороне, что СВР, пишет Захаров, это разведка, теракт якобы подстроил ФСБ. Ну, для сторонников теории это вообще не важно, они не любят разбираться, типа, ну, где-то там какой-то рейт, но не важно. Будем опираться на факты, говорит Захаров. Сервисы по распознаванию лиц говорят, что мужик упорочня выпускник омского физкультурного вуза по имени Дмитрий Ерохин. Amazon Face Recognition это такая программа, которая дает сравнивать лица, дает почти стопроцентное совпадение лиц мужика упорочня и спортсмена из Омска. Сейчас Ерохин работает простым физруком в поселке Шишкин лес. Это Новая Москва рядом с тем самым Сосенским. Следов связи со спецслужбами по утекшим базам не прослеживается. Естественно, если вы прям супер такой сторонник этой теории, вы скажете, что это там прикрытие и на самом деле он спецслужбист, но зачем? Почему? Чем именно он занимается? Зачем ему вообще нужно прикрыть? Короче, есть ли хоть какие-то доказательства того, что он имеет отношение хоть к каким-то органам? Это, конечно, вы вряд ли предоставите. Зато сможете сказать, что вот, а все не так однозначно. Теперь второй мужик. Мужик в кресле. Наиболее нашумевший мужик. Значит, Роман Доброхотов, Христо Грозев. Идентифицировали его. В кресле сидит житель Подмосковья Алексей Дружков. По нему Amazon Face Recognition дает почти 100% совпадения. И рассказал, что работает строителем. Это, в принципе, бьется с тем, что по нему есть в утекших базах. То есть, Захаров и расследователи, они еще проверяли по утекшим базам, есть ли какие-то несовпадения. По его словам, на концерт он пришел с дочкой. Из видео из Крокоса тоже можно сделать вывод, что мужик в кресле пришел не один. Это явно его дочь. Amazon Face Recognition дает по нему, напомню, почти 100% совпадения. Можно ли у всего этого найти еще второе дно и сказать, что это значит дочь это тоже сотрудник ФСБ, что ТАСС там просто как Чипига и Мышкин или как они там были, Чипига и Мишкин, вот как они к Симонен пришли на интервью, так и он пришел к ТАССу на интервью и прочее, прочее. Можно ли это все сказать? Конечно, можно. Понимаете, проблема в том, что доказать отсутствие невозможно. Это там знаменитый чайник Рассела, да? Можете ли вы доказать, что я не рептилоид? Не можете вы этого доказать и я не могу. Почему? Потому что невозможно доказать отсутствие чего. Докажи, что Бога нет. Не могу и никто не может доказать. Отсутствие доказать невозможно. Это просто закон логики. Именно поэтому в логике считается, что бремя доказательства на том, кто заявляет что-либо. Например, вы заявляете, что мужики ведут себя странно или что мужики работают в ФСБ. Вы должны доказать. Не вам должны доказать, что они работают, а наоборот. Ну или там, если вы заявляете, что я рептилоид, вы должны это доказать. Понимаете? Иначе вы как Михалков, который говорит, если я что-то утверждаю, я не обязан это доказывать. Если вы говорите, что то, что я утверждаю неправда, это вы должны доказать. Вот это логика Михалкова. Собственно, она распространяется и на сторонников этой теории. И опять же, те, кто даже после того, как идентифицированы мужики, и когда все расследователи, которых вы знаете, натурально, Грозев, Доброхотов, Захаров, то есть, ну, как бы звезды, суперзвезды российского расследования, не хватает только Баданина, наверное, для полного этого. Но вот получается, что либо все эти суперзвезды, то есть, Грозев, это как раз тот, кто нашел убийц Навального. Доброхотов, это тот, его издание нашло, где производит новичок, как это все связано и прочее, прочее, да. То есть, ну, там, Захаров тоже провел такое количество вообще расследований по ботам в том числе. Если вы, если авторитета всех этих людей вам недостаточно, помноженное на доказательства, которые они приводят, помноженное на ту работу, которую вы заставили их провести, потратить свое время на эту херню, если всего этого вам не хватает, и вы считаете, что всех их купило ФСБ, то, ну, я тут только развожу руками, это значит, что, как бы, у вас есть там система ваших взглядов, которая включает в себя там глобальные заговоры или локальные заговоры. Причем, не каждая такая теория является конспирологией. Мне поэтому не нравится это слово, потому что конспирология предполагает масштабный заговор. Ну, например, есть конспирология, которая говорит, что в Финляндии не существует, что все делают вид, что она есть, и там в павильоны, на самом деле, прилетают самолеты, и никакой Финляндии не существует. Почему это конспирология? Потому что она говорит о глобальном заговоре, что вот все договорились, или там, чипирование Биллом Гейтсом, да, глобальный заговор, то есть в этом должны быть затислены врачи, ученые, все разведки мира, все государства. Что касается заговоров, что, значит, там, спецслужбы имеют отношение к тем иным терактам, это не конспирология, это просто теории, зачастую теории маловероятные. Иногда они оказываются правдой, поэтому я не отрицаю возможности их наличия, и более того, в каждой детально разбираюсь. Например, теория взрывов домов в России с помощью ФСБ в конце 90-х, знаменитый рязанский сахар, на мой взгляд, имеет право на существование, и должно быть проведено парламентское расследование. Потому что действительно были пойманы какие-то чуваки, которые закладывали какой-то мешок, которые идентифицировали как гексоген, собственно, прибор. Потом сказали, что этот прибор был нерабочий, на самом деле в мешках был сахар. А те, кто его закладывали, оказались сотрудниками ФСБ. И в этом смысле там есть вопросы. Но надо задавать вопросы всегда, это нормально, но не выдумывать, понимаете? И поэтому меня эта история с самого начала бесила. Потому что, когда я посмотрел это видео, ничего из того, что там приписывалось, не было. Я, собственно, с вами вместе это видео тоже смотрел. Естественно, там часть из вас такая нет-нет-нет, мы все видим, здесь командный голос и все прочее. Но меня именно бесила вот эта история и бесит до сих пор, потому что там ничего нет. Там никто не утруждается не то, чтобы доказать, что на видео хоть что-то есть, что намекает. У них не одинаковая одежда. У мужика, например, который стоит, у него черная майка под его синим пулловером. Там ни одного свитера даже нет, это пулловеры. Под его синим пулловером. У мужика, который вот у лестницы сидит, у него на голое тело, хотя некоторые пишут там бронежилет, там нет никаких следов бронежилета. Поверьте, посмотрите на людей в бронежилетах, вы поймете, как это выглядит, даже скрытого ношения. Мужик, который впереди сидит вообще в пиджаке. Мужик, который выходит в самом начале, он выходит, это не подразумевает. Ну, понимаете, то есть ничего ни с чем не бьется. Более того, никто так и не смог объяснить, а нахренеть надо. Не говоря уже про мужика, который якобы вот это вот на сиденье, что он задерживал в операции ФСБ. Ну, там видно, что это другие мужики изначально. Просто линии волос, потому как у них глаза устроены. Ну, то есть просто разные люди. Люди такие, не-не, мы видим. И обводят ремешок на часах. Как так, на правый, на левый у него, на левый, по-моему, как у всех нормальных людей. И я такой, да прекратите, ну прекратите, это же безумие. Ну, то есть вы просто разгоняете, это не задавание вопросов, это выдумывание на пустом месте. Знаете, это напоминает мне, помните, как это там Единую Россию превращают в 666 и число 2 зверево и все такое. Типа, а вот мы складываем это, а это получается день рождения Гитлера, а значит за этим стоят евреи. Ну, или что-нибудь такое, знаете, из такого рода. И вот это меня как раз раздражало, потому что, окей, задавать вопросы не страшно, даже когда вы выдумываете то, чего нет, но люди не слушают ответы. Вместо того, чтобы слушать ответы, люди говорят, это вы работаете на ФСБ и прочее, прочее. Поэтому по итогу всей этой ситуации, значит, кто понял, что как бы он просто подвергся истерии и как бы, значит, уже понял, что это странная история, тот понял, окей, просто знайте, что вы подвержены иногда вот такой моральной панике помноженной на, не знаю, внушаемость. Тот, кто до сих пор настаивает, значит, все это там нечисто и прочее, прочее, а все, кто это защищает, там, говорят об этом, покрывают ФСБ, те окей, ну, типа, с вами, что я вам еще могу сказать, ничего не могу сказать. Вот. Те, кто изначально видел, что это полная шиза, вы обратите внимание на то, как бы, кто продолжал это форсить. Нет, были те, кто в самом начале такие тоже, ну, вот, например, там, Ваня Жданов, да, он тоже такой, а может быть, действительно, что-то там есть. Но потом, когда уже начали там отвечать на все эти вопросы, он такой, окей, как бы, ладно, да, но те, кто вот продолжали усердствовать, те, кто продолжали там, нехто со своей второй частью расследования, да, телеграм-канал Невзорова, уж не знаю, кто его ведет, вы как бы, ну, запомните, кто разгоняет вот всякое, кстати, Арестович, Арестович тоже на эту херню повез, само собой, вот, поэтому, как бы, имейте в виду и при дальнейшем, да, подборе источников информации. Последнее, наверное, некоторые еще мне ставили, знаете, что в упреке говорят, а что ты так много об этом говоришь? Это, однажды я пытался объяснить вам Руслан Левиев, другим, наверное, людям, что дело в том, что вы продолжаете об этом говорить, то есть, вот, я один раз разобрал, потому что теория появилась, вы начали писать в комментариях, что, типа, это все неправда, и все, все неправда, какое-то количество людей начало писать, и я поэтому продолжаю об этом говорить, потому что у вас появились какие-то новые доводы или еще что-то, я продолжаю, то есть, когда вы об этом говорите, аудитория, я отвечаю на ваши вопросы, или когда там много людей об этом говорит, именно поэтому обсуждение продолжается, вот, ну, или это все задание от ФСБ, которому нужно непонятно что, которое непонятно зачем поставили мужиков синих этих, непонятно зачем создали им фейковые биографии, непонятно зачем создали их фейковых дочерей, непонятно зачем, значит, отправили того же мужика арестовывать террориста, и непонятно зачем, именно сейчас, не в момент, когда была буча, не в момент, когда я собирал деньги на украинские дроны и все остальное, и продолжим это делать в самое ближайшее время, там как раз поступило несколько новых запросов, не в момент, когда я, значит, говорю в этих же видео, что это главный провал ФСБ, и они должны быть привлечены все к ответственности, потому что погибло много людей именно из-за действий ФСБ, именно из-за действий силовиков, не в момент, когда я говорю, что Путин убийца, не в момент, когда я рассказываю про убийство Навального Владимира Путина, а вот именно в момент, когда синие мужики появились какие-то, вот именно тогда Майкла Наки купили, ведь это самое важное в истории российского ФСБ дело, два мужика в синем, которые были в Крокусе при этом стоит ли за этим ФСБ, ну вы можете сами принимать решение за терактом в Крокусе потому что я не вижу, чего бы на это указывало, я об этом тоже говорил в своих видео, подробно останавливаться не буду, но опять же, доказывать отсутствие не считаю возможным и не считаю нужным. В любом случае, на руках ФСБ и на руках Владимира Путина столько крови что сидеть им в любом случае до конца их дней ну если доживут, конечно, если не доживут не сильно расстроюсь. С вами был Майкл Наки и до скорых встреч, всего доброго пока! Пока!